Всем привет! Есть очередные интересные и некоторые интригующие новости, события и заявления. Поговорим о интересных ситуациях в Германии и в мире. Так что подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео, поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу. Итак, в Германии канцлер Олаф Шольц потерпел поражение в своей политической карьере. Как пишет издание Bild, об этом заявил биограф канцлера Ларс Кайдер, который долгое время защищал главу Германии от нападений и критики. Но видимо сейчас даже у него исчезло доверие к главе государства Германии. Поворотным моментом для него стал бюджетный кризис, который возник из-за бюджетной уловки Шольца. Так как попытка выкрутиться не удалась, имидж канцлера понес непоправимый урон. То есть крупнейшее поражение в его политической карьере, убежден Хайдер. Теперь же из-за потери доверия к канцлеру Германии возникла угроза развала всей светофорной коалиции. И чтобы спасти нынешнее правительство, Шольцу нужно изменяться. Но канцлер построил свою политическую карьеру как раз на нежелании меняться. Так что такое развитие событий маловероятно. Но идем дальше и как сообщает Тагес Шау, экспорт оружия из Германии бьет рекорды. При этом треть идет в Украину. Правительство Германии в 2023 году экспортировало оружие на сумму почти в 12 миллиардов евро. Что является новым рекордом. По данным правительства, по сравнению с предыдущим годом, рост экспорта вооружений составил 40%. Где более трети утвержденного экспорта, а это более 4 миллиардов евро идет в Украину. Эти цифры касаются периода с 1 января по 12 декабря 2023 года. В течение которого Берлин одобрил экспорт военных вооружений на сумму более 6 миллиардов евро. И другого военного оборудования на сумму более 5,5 миллиардов евро. Почти 90% этого экспорта приходится на страны ЕС, НАТО, Украину и страны-союзники НАТО. Например, Японию, Австралию и Южную Корею. В общем, можно сказать, наступила эпоха благополучия оружейных производителей. Которых, как видим, правительство Германии продвигает обеими руками. А тем временем появилась необычная новость. В правительстве Германии не считают, что надо увеличивать помощь Украине. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин достаточно помогает Украине во время войны со стороны России. По словам Линднера, пока не предполагается, что нужно делать больше. Но в любом случае мы должны настаивать на лучшем распределении финансового времени. Неприемлемо, чтобы другие делали меньше из-за того, что Германия делает больше. Министр финансов отметил, что Берлин поставляет Киеву систему вооружения, оказывает финансовую помощь, а также предлагает защиту украинцам в самой Германии. Мы на стороне Украины. В конце концов, там защищается европейский мирный порядок и свобода. Мы уже оказываем вторую по величине поддержку в мире. Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В общем, хоть Линднер на стороне Украины, но по его мнению, не может быть такого, что Германия делает больше, чем все остальные в мире. А вот немецкое издание Die Welt подытожило, сколько финансовой помощи Украина получила в 2023 году. В общем, ссылаясь на интервью министра финансов Сергея Марченко, издание сообщает, что Украина, которая подверглась нападению со стороны России, в 2023 году получила международную финансовую помощь на сумму, эквивалентную более чем 38 миллиардам евро. А как заявил министр финансов Сергей Марченко, это позволило нам профинансировать все необходимые расходы. Речь идет о расходах на оборону, а также о пенсиях, помощи вынужденным переселенцам и зарплатах бюджетников. Таким образом, 2023 год оказался более стабильным, чем предыдущий. Однако, каждый день войны обходится стране в сумме, эквивалентную добрым 120 миллионам евро, только расходов на оборону. А в Соединенных Штатах Америки объявили последний в 2023 году пакет помощи Украине на сумму в 250 миллионов долларов, в которые вошли дополнительные боеприпасы для систем Носанс и Хаймарс, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и 105 миллиметров, зенитные ракеты Stinger, противотанковые ракеты и противотанковые системы, а также несколько миллионов патронов к стрелковому оружию, взрывные боеприпасы для устранения помех, запчасти, медицинское оборудование и другое вспомогательное оборудование. Но Белый дом ранее отмечал, что у него есть средства только на один пакет военной помощи Украине, после чего средства иссякнут без решения Конгресса. Поэтому что будет дальше, остается очень большой интригой. Кстати, в Германии заявили, что Европа не сможет компенсировать поддержку Соединенных Штатов Америки для Украины. Лидер немецких зеленых Амит Нурипур отметил центральную роль Соединенных Штатов Америки в поддержке Украины со стороны Запада. По словам зеленого политика, вряд ли возможно просто компенсировать то, чего американцы достигли до сих пор. Ни в материальном, ни в денежном плане. Но, конечно, в этом случае мы, европейцы, должны будем усилить нашу поддержку Украины. Но вот как сообщает Guardian, Соединенные Штаты нашли способ поставлять оружие Израилю в обход Конгресса. Как пишет британское издание, есть лазейка, которая позволяет администрации Байдена снабжать Тель-Авив оружием, не получив на это разрешение Конгресса. Это касается долгосрочных баз хранения вооруженных сил Соединенных Штатов Америки на территории Израиля. В общем, там где это нужно Соединенным Штатам Америки, там и лазейки находятся, и никакой Конгресс не помеха. Это если сравнивать с Украиной. А вот ЕС тем временем готовит план поддержки Украины в обход Венгрии. Как сообщает издание Financial Times, Европейский Союз готовит план Б, чтобы выделить Украине 20 миллиардов евро макрофинансовой помощи до 2027 года в обход Вета Венгрии, если с Будапештом не удастся договориться. Как сообщается, необходимые средства могут быть взяты в долг на рынках капитала под гарантии, которые возьмут на себя перед бюджетом Евросоюза его страны-члены. Гарантии должны будут предоставить страны с высокими кредитными рейтингами. В некоторых из них таких как Германия и Нидерланды. А для этого нужно будет получить одобрение парламентов. Однако в Брюсселе планируют завершить эти процедуры к марту. Именно такой крайний срок был установлен для предоставления помощи Киеву. Вот такие новости на данный час. Давайте теперь обсудим все эти события и новости в комментариях под видео. Уверен, что вам есть что сказать. Подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео. Поделитесь этим роликом в ваших соцсетях. Спасибо всем за просмотр и за внимание. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.